На хлебоприемном предприятии Вятских Полян произошел пожар. На ликвидацию очага возгорания были брошены все службы, в том числе и сотрудники территориального опорного пункта пожаротушения номер 2. Они, как правило, вступают в борьбу с огнем в самых сложных ситуациях. На этот раз ЧП было учебным. Огненная стихия непредсказуема, но она всегда начинается с малого пламени. На хлебоприемном предприятии круглосуточно дежурит команда бойцов противопожарной службы. Предприятие, построенное 74 года назад, занимает территорию в 5 гектаров, имеет плотную застройку с колодскими помещениями для хранения зерна. Все это создает трудности в ликвидации очага возгорания, но является хорошей тренировочной площадкой для огнеборцев. Сегодня здесь происходит учение по развертыванию опорного пункта номер 2, который у нас дислоцируется в Вятских Полянах. По легенде, у нас сегодня загорелось одно из хлебоприемных цехов, которые здесь у нас есть, площадь пожара у нас порядка 500 квадратных метров, задействовано около 7 автомобилей на тушение пожара. По приказу опорный пункт тушения пожаров крупных выезжает в 5 районов Кировской области. Это Уржомский, Лебяжский, Кельмейский, Малмышский и Вятскополянский. Подполковник Юрий Еберзин, начальник пожарной части 19, на базе которой действует опорный пункт по тушению крупных пожаров в 5 районах Юга области, 21 год в профессии. Учение воспринимает как настоящий бой с самым коварным врагом. Та задача, которая ставилась перед опорным пунктом, она выполнена в полном объеме. Все было сделано грамотно и правильно. То есть личный состав со своими забоевыми задачами справился. Опорный пункт оснащен целым набором специализированной техники, предназначенной для работы в газозадымленных помещениях в труднопроходимых местах. Алексею Устюгу всего 30 лет, но он уже имеет навыки самостоятельного управления в ликвидации крупных пожаров, исполняет обязанности начальника отряда ФПС и руководит учениями. Главное для него научить укращать огонь, а дальше, как говорят, дело техники. Воспитание личного состава, значит, поддержание на высоком уровне боевой готовности личного состава. У нас много молодых ребят приходит сейчас, в данный момент. Обучаем, стараемся. Подобные крупномасштабные учения всех подразделений ФПС и опорного пункта пожаротушения проходят в районе два раза в год и всегда на высоком профессиональном уровне. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.